вторая партия тима бол против дмитрия овчарова овчаров на подачи добавлю что был пока в финалах суперкубков европы проиграл лишь одну партию в прошлом году верно рушлагеру когда выиграл со счетом 4 1 2007 в казани не оставил шансов самсонова 40 по уровню игры все-таки наверное превосходит тима болс ему овчарова на данный момент ров показывает что было двойное касание либо мяч сетку задел и отдает не сетку майку задел и отдает очко сопернику пока что больше ошибок в этой партии как со стороны одного теннисиста так другого вот он наконец цельный розыгрыш которому бола мы видим особого преимущества не было но все-таки он взял эту очко поймал в правый угол и вытянутый большой палец вверх со стороны овчарова означающий что он преклоняется можно и так сказать перед своим оппонентом 5 1 уже счет он он и 5-2 Вчаров, напомню, участвовал в Суперкубке Европы в прошлом году В одной группе играл с Самсоновым и Рубцовым Проиграл с Самсоновым, 3-4 Обыграл Рубцова И, по-моему, там еще Шлагер был в той группе И Шлагер с Самсоновым пошли дальше Дима не сумел преодолеть групповой этап Очень здорово из короткой игры выходит Овчаров Все время забегает под левую сторону Чтобы удобнее было начать атаку Здесь ход, мне кажется, пропустил Тима Бол 6-5 4 очка подряд выиграл Овчаров Пытался очень быстро ответить Возвращался к столу Но, по-моему, мяч в ребро ракетки угодил 7-5 5 очков разыграно Была возможность у теннисистов подойти к полотенцу Снова ошибки начинаются со стороны Овчарова Здесь, конечно, Бол очень здорово сыграл Прокрутил мяч слева Ножку кистью не доработал Овчаров Ракеточку Не прикрыл В свою очередь ошибается и Тимо Показывая, что и он не железный 8-6 Эта партия гораздо Интереснее и напряженнее проходит Нежели первая Такая непривычная картина Мы часто видим, как Встречаясь в финале Китайские теннисисты Без наставников играют Это такой Знаете Джентльменский шаг Если спортсмены из одной страны То Как им кажется Они не должны прибегать к помощи Своих тренеров Здесь тоже нет наставников На лавочках Но причина другая Просто с немецкой сборной Даже никто не приехал в Санкт-Петербург Кто только Сами на себя могут надеяться Пол и Овчаров Ой, как здорово поймал 10-7 Глубоко зашел В левый угол Овчаров Ждал ответа туда И Хотел начать атаку Но блестяще сыграл Его соперник Рисетбола у Тимо И снова блестящий блок 11-7 И счет становится 2-0 Болельщики, по-моему, уже Догадываются, чем все это закончится Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!